всем доброе утро я по-прежнему стою в горах погода сегодня отличная солнце светит в полную силу ночью было минус 8 минус 8 горах на высоте конец декабря 20 а не знаю какое сегодня число да ребят вот такая зима в горах мне определенно по душе это когда ты днем стоишь приоткрытой дверью потому что в машине просто жара что ж спасибо этому замечательному месту провел здесь три дня пора собираться дальше наступил новый день а значит впереди у нас новое приключение на борт которого я вас приглашаю видите вон ту дорогу на склоне горы это короткая дорожка на тернаус я проезжал по ней прошлой осенью и уже тогда в начале октября на перевале шаукам на высоте 2925 метров в горах лежал снег три дня назад по ней пытался проехать семьдесят восьмой крузак но развернулся егери сказали что он спустился обратно зачем я про это рассказываю видите вон тот уступ в конце у меня в навигаторе там отмечена точка с названием вид бомба навигатор показывает что до этой точки два километра по прямой буса бут в не шипованную зимнюю резину заводского размера и здравый смысл подсказывает мне что надо оставаться на асфальте но пятая точка говорит ты чё поехали туда там живит бомба давай лезь что плохого может случиться за два километра пути и вот стою я на развилочки и даже не знаю что и выбрать тем временем погода что-то начинает портится ладно как говорится живем один раз волшебные кнопочки понижайка включена поехали что ж потихоньку ползем пока тфу-тфу дорога вроде нормальная куда я вообще лезу надо мне туда или не надо или какой-то ерундой сейчас занимаюсь прям полный ну что финиш уже близок но и дорожка пошла какая-то более разбитая вот тут сейчас будет самый плохой участок как-то так ползем потихоньку 750 метров осталось а вот там внизу виднеется колея она ведет на плато конжол но там дорога очень злая то есть не всякая далеко машина может пройти ее без серьезных повреждений почти что доехали осталось чуть-чуть воздавай давай давай молодец молодец босс молодец уху забрались ура единственная более-менее ровная площадочка где можно встать это похоже вот здесь вот и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ребят, по мне так вид бомба. А вот на том вот уступе, возле домика егерей, я был всего лишь час назад. Может, мне прям сюда заехать? Или уже хорош выпендриваться? Наверное, уже хорош. Продолжение следует... 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 молодая луна над седловиной эльбруса очень красивое зрелище да вот это и называется оказаться в нужное время в нужном месте слушайте так прям холодает на улице надеюсь что зимняя солярочка не замерзнет машина показывает минус 7 градусов и это прошло только пару часов после заката самое время заняться ночной съемкой звезды в горах сколько же их все небо в звездах ночной домик под звездным небом я это снимаю на iphone обалдеть конечно телефоны стали снимать затащил стол на гору питание все поставил камера работает снимает монтировка поворачивается пойду греться в домик на всякий случай сегодня буду ночевать с включенным температурным будильником поставил его на минус 14 если температура ночи упадет до этой отметки он меня разбудит ну что камера закончила съемку выключилась что она тогда снимал думаю бомбически собираю все вещи и домой убрал все свои вещи с улицы включая ступеньку на всякий случай градусник пока что показывает ерунду но главное что под утро морозец не даванул все я спадки всем спокойной ночи доброе утро начинается прекрасный новый день а ты лежишь на кровати автодомика и из твоего окна открывается вот такой вот вид да детка мы в горах решила включить бусу зажигания посмотреть сколько там топлива осталось в баке половина а у меня там вы проверьте антифриз антифриз у нас и в прям куда-то делся куда непонятно ничего себе ребят уличная душевая лейка замерзла да значит тут был минус что надо искать антифриз он где-то там так вот она баклажка этого мало это не где-то половинка есть надеюсь будут больше ругаться не будет что ж спасибо этому прекрасному месту ночевка была доброй пора отправляться в путь поехали потихоньку ребята это вид на спуске просто бомбический прежде чем спускаться с источников пополню запасы технической воды в реке каракайосу блин скрученный шланг замерз видимо не до конца слил из него воду что делать смотрите что нашлось в закромах автобуса газовый обогреватель включился он тепло идет думаю заработал господи чем я вообще занимаюсь кажется получилось полилась водичка ура вообще поездочка огонь прям нет ни дня без приключений полный бак поехали едем дальше на встречу приключениям вот начинается спуск спускаться страшнее чем ползти в гору вот так мы здесь ездим камушки свежие попадали следы оставил на снегу ну вот красивые циферки на одометре 40404 спустился с высоты смотрите как сплющила бутылку от перепада давления что попробуем прокатиться к водопаду дорога вроде накатанная нет что-то не хочу вот сюда вот лезть на буси прям не нравится мне это место поворот с камнем у меня машина длиннобазная наверное пройдусь пешком оставил автобуса на обочине и погнали нам куда-то вон туда прошлой осенью здесь было полным-полно народа а сейчас идешь вообще один ни единой души следов никаких нет только звериные вообще красота ухты блин хорошо что на автобусе не поехал здесь без шипованной резины делать нечего сейчас солнышко спрячется и сразу будет холодно начинается дорожка к водопаду идти до него метров 300 да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте попробуем перебраться на ту сторону реки и подойти к водопаду поближе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, так близко к водопаду я еще никогда не подходил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ребят, как вам такое? Тут все в мелких-мелких брызгах воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, попробую подойти поближе. Намокну так намокну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушайте, ну, вблизи грудь неимоверная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нереально крутое место. Очень рекомендую к посещению. Вблизи ощущение просто космос. Ну что, потопали греться в домик? Браслет показывает, что от машины до водопада по ГПС 3,3 километра пути. Неплохо так прогулялся. Да, веселый мостик. Как же хорошо на солнышке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вон и домик показался. Прогулка от автобуса до водопада заняла у меня 2 часа и 6 километров пути. Едем дальше. Впереди нас ждет извилистый серпантин и очень крутой подъем. Погнали в горы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забрался наверх, бус молодец, залез на заднем приводе полный, не пришлось подключать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самые нижние спины были самыми сложными, крутые повороты, резкий уклон, нигде не разгонишься. Теперь надо подумать, где я буду сегодня ночевать. Хочется видовое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ровная площадочка. Есть. Машина стоит в горизонт. Вид на Эльбрус тоже есть. Так, подключает хабы. На заднем приводе выехать не смог. Скользко. Госинспектор увидел, что я съехал с дороги, остановился, подошел, подоказал удостоверение, спросил, с какой целью и что буду делать вообще. Говорит, тут много браконьеров сейчас. Идет охота. У вас, конечно, сила. По горной дороге, на маршруточке, задним ходом, вдоль обрыва, мечты сбываются. Буз стоит ровненько. Сбоку достаточно места, чтобы меня объехать при необходимости. А виды отсюда вот такие. Красота. Все, сегодня ночую здесь. Здесь. Продолжение следует... Самая вкусная еда на свете. Приятного аппетита! Вода по пути нагрелась, так что посуду замачиваем горячей водой. Лучший в мире чай. Просто насладитесь тишиной. Что-то, ребят, погода в горах опять меняется. Над Эльбрусом вон линза. Небо слегка затянуло тучами. Надеюсь, ночь будет теплой. Надеюсь, снега не будет. Перед закатом я решил, что ближайшая ко мне вершина должна быть срочно покорена. Блин, сейчас сдохну, мать. Все, солнце заходит. Потопали в домик. Смотрите, Эльбрус как красиво светится. Летом на этой поляне стоял вагончик пастухов. А сейчас здесь стоит моя цыганская кибитка. Погода опять меняется. Только посмотрите, какие краски на закате. Такие закаты бывают только в горах. И вот ты опять в горах на автодоме встречаешь очередной красивый закат. Слушайте, как я вчера круто поймал луну над седловиной Эльбруса. Смотрите, сегодня она уже совершенно в другом месте. Не прошло и полутора лет с момента покупки, как я решил перевести термоматы в режим зимней эксплуатации. Конечно, очень непривычно для меня они выглядят. Но зато теплопотерь в машине теперь будет меньше. Вообще, я прям дичайше доволен их покупкой, что летом, что зимой. Обеспечивают хорошую теплоизоляцию и скрывают салон автомобиля от посторонних взглядов. Луна красиво светит. Небо вроде чуть разъяснилось. Самое время для ночных съемок. Погнали! Все настройки готовы. Камера включена и заряжена. Можно снимать. Все. Через два часа посмотрим, что получится. Свет, бусик, влечный путь. Красотища! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok